Ограничение подачи электроэнергии в дома крымчан в связи с запуском промышленных предприятий не зафиксировано. Об этом сообщил Сергей Аксенов на очередном заседании штаба по ликвидации ЧАЭС. Также в Совмине обсудили общую ситуацию с обеспечением крымчан теплом, водой и светом. А глава республики дал конкретные поручения руководству муниципалитетов. Продолжит тему Елена Бережная. О состоянии дел на полуострове за прошедшие выходные докладывает заместитель начальника крымского МЧС. По информации Сергея Садоклеева, сейчас теплом республику обеспечивают 927 котельных. Большая часть из них задействована в социальной сфере. Есть и проблемные моменты. Например, из-за аварии на трансформаторной подстанции в Белогорском районе без электроэнергии остались 65 человек. К тому же ведутся ремонтные работы. В целом ситуация стабильная и находится под контролем. За сутки на территорию республики доставлено 1560 тонн топлива. Запас топлива имеется на 28 суток. В 15 муниципальных образованиях развернуто у нас 54 пункта обогрева. На телефонную линию хочу обратить внимание, что уменьшилось количество звонков. Пока открытым остается вопрос с источниками автономного питания. Их общая потребность в регионах составила 647 единиц. Как ее перераспределить, нужно будет решить до конца недели, распорядился Сергей Аксенов. За счет внутренних резервов наших и перераспределения внутри, посмотреть вот эти 600 ДГУ, которые запрашивают. Я думаю, что мы половину надем внутри у нас, а на вторую половину давайте сделаем заказ на материковой части. За счет работы ветряных и солнечных электростанций включились и промышленные предприятия республики. При этом никаких дополнительных ограничений по подаче электроэнергии в жилые дома нет. Она распределяется по утвержденному графику. В целом система работает в штатном режиме, доложил директор Крымэнерго и призвал руководителей предприятия и учреждений сферы образования подключаться к электросети через автономные источники питания. В тех случаях, когда есть возможность через решение местных штабов либо глав администрации муниципальных образований при непревышении лимита позволять пользоваться электросетью. Вот в этом случае мы тогда сможем отрегулировать режим и обеспечить подачу электроэнергии в районы не ниже лимитов, доведенных до населения, а также дать возможность работать объектом жизнеобеспечения. Ждем от вас мониторинга, во-первых, за текущей ситуацией, во-вторых, реальных предложений, если надо где-то реагировать быстро. Принято, Сергей Валерьевич. Также Сергей Аксенов поручил главам муниципалитетов подготовить подробный доклад о работе коммерческого сектора, школ и детских садов. Его представят на завтрашнем заседании штаба по ликвидации ЧАЭС. Главная задача – тепло и вода должны поддаваться без ограничений, нигде не должны быть проблемы с водой и с теплом. Свет по графикам и координация с учетом работы наших промышленных предприятий. Елена Бережная, Игорь Романенков, Время новостей. Страшная авария со смертельным исходом. В Симферополе на перекрестке улиц Киевской Матезалки водитель автомобиля БМВ с краснодарскими номерами предварительно не справился с управлением. Машина на большой скорости врезала с дерева и вылетела на проезжую часть. Как сообщает РИА Крым со ссылкой на свидетеля происшествия, все пассажиры и сам водитель – молодые люди. Один из них после ДТП мог передвигаться самостоятельно, вторым сразу занялись врачи скорой помощи. В машине также находились две девушки. Одной чудом удалось выжить. Она получила множественные травмы, в том числе открытый перелом бедра. Вторая скончалась на месте. Еще одна жуткая авария произошла на трассе Симферополя-Лушта. В ней после столкновения загорелись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Крымского ГИБДД. Авария произошла по вине водителя микроавтобуса, который при совершении разворота столкнулся с Пежо. Машина двигалась сзади. В ДТП пострадала 23-летняя водитель и 28-летний пассажир иномарки, которые получили ушибы. Пассажир Соболя 91-го года рождения получил несколько травм, ушибы, ссадины и частичные ожоги. Спрос на дизельные и бензиновые генераторы в Крыму пока не падает. Мало того, на рынках чуть ли не ежедневно появляются новые торговые точки с этой продукцией. Конкуренция помогает сдерживать цены на востребованный товар. На что необходимо обращать внимание, когда покупаешь генератор, и как следить за оборудованием, чтобы оно работало исправно, знают наши корреспонденты. Александр Акулев живет в селе Дубки. Там свет до сих пор отключают по несколько часов в день. Ситуация не слишком приятная, но даже она вызывает у Александра приливы творческого вдохновения. Крым не сломать! Мы ведь русский народ! К свету идем! Вместе вперед! Тьму разорвем! В истине свет! Скажем мы хунче! Русское! Нет! Увы, словом, проблему не решишь. Александр Акулев пришел на рынок для того, чтобы купить генератор. Установку хочет разместить в зале, где его дочка преподает танцы. Правда, увиденные цены мужчину шокировали. Ценовая политика, конечно, меня не очень сильно устраивает. Генераторы должны для населения, чтобы хотя бы 3-4 лампочки светило, гораздо стоят дешевле. В Краснодарском крае они стоят на 50% дешевле, чем в Крыму. И надо в этом плане наводить порядок. В связи с блэкаутом ассортимент ДГУ широкий. Многие предприниматели, почуя спрос, сделали свое предложение максимально разнообразным. Когда покупаешь генератор, важно обращать внимание на его массу. К примеру, установка в 3 киловатта весит около 50 килограммов. Обмотку лучше выбирать медную. Для того, чтобы оборудование быстро не поломалось, его мощность должна быть чуть больше востребованной. Вопреки мнению потребителей, продавцы уверяют, цены не завышают. Стоимость зависит только от качества изделий. Конечно, приходится еще доплачивать за доставку оборудования. Ведь везут его, как правило, либо из Москвы, либо из Краснодарского края. Трехкиловаттные от 15 тысяч до 19 тысяч. Это трехкиловаттные. Есть 5-киловаттные 5,5 модели. Вот они стоят от 31 тысяч до 39 тысяч. Наибольшим спросом пользуются бензиновые генераторы. Во-первых, в отличие от дизельных, они могут работать в минусовую температуру. А во-вторых, на них всегда есть детали, если тепло ломается. Для того, чтобы оборудование долго служило, за ним нужен соответствующий уход. Генератор обычно горит из-за встречного тока. Когда человек забывает выключить автоматы на счетчике, и когда включает свет, то есть идет встречный ток. Масло надо заливать для того, чтобы двигатель не вышел из строя. Во-первых, он не заводится, если масла нет. Во-вторых, чтобы был меньше износ двигателя. Масло меняется. Если новый генератор вы купили через 50 часов первая замена, потом каждые 100 часов, надо сливать бензин с карбюратора. То есть, если человек понимает, что генератор будет стоять неделю, две, месяц, чтобы он потом без проблем мог его завести. Зарабатывает и на тех, кто экономит, закупая свечи. К примеру, на рынке они стоят по 15-30 рублей. А вот в супермаркетах спекулировать и вовсе не стесняются. Кое-где цена от 35 рублей и выше. Медрибов, Антон Кузнецов. Время новостей. С начала года крымские нотариусы должны удостоверять отдельные виды договоров с недвижимостью в соответствии со вступившим в силу 29 декабря федеральным законом. Отныне без этой процедуры Госкомрегистра Крыма не сможет зарегистрировать право собственности в следующих случаях. При разделе общего имущества супругов или сделки по распоряжению им и при заключении договора купли-продажи доли недвижимого имущества, если эти сделки совершаются с посторонними лицами. Кроме того, при регистрации договора по продаже земельной доли и при распоряжении любой недвижимостью несовершеннолетних или недееспособных лиц. В случае, если гражданин понесет убытки за ошибки нотариуса, ущерб в полной мере будет возмещен последним за счет страховки и компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты. Учение свет. После зимних каникул школьники вновь сели за парты. В Крыму начали работу более 500 школ. Все учебные заведения оснащены дизель-генераторными установками, что позволяет быть энергонезависимыми. У ребят есть возможность обучаться в хорошо освещенных помещениях, пользоваться всем необходимым оборудованием и питаться горячими обедами. Таня Лукьяненко внимательно слушает учителя. Она впервые после зимних каникул села за парту. Рассказывает, дома было хорошо, однако распорядок дня во многом зависел от графика подачи электроэнергии. В школе все иначе. Каникулы провела хорошо. Настало время учиться. Все хорошо. Встретилась с друзьями, узнала новое на уроках. Уроков у нас 7-6 бывает. Они идут по 45 минут и никаких срывов нет. А чтобы не было тех самых срывов и отключения электроэнергии, в учебном заведении есть свой мобильный генератор. Его установили еще в первые дни ЧС в Крыму. Мощности этой установки с лихвой хватает, чтобы учебный процесс проходил как обычно. Электричество мы выключаем с 8 до 12 часов и работаем на генераторной установке. Мы не изменили даже календарный график учебного процесса учебного учреждения, так как у нас нет второй смены. Мы учимся в одну смену, поэтому необходимости вносить какие-то изменения у нас не было. А вот в школе номер 39 учатся не только в две смены. Здесь есть так называемая продленка. Чтобы дети учились при свете и получали теплую еду в столовой, руководство учебного заведения внесло в штатное расписание корректировки. К примеру, теперь повара приходят на работу раньше обычного. Они приходят полчетвертого. Если раньше они могли прийти там пять, начало шестого и дальше готовить, то сейчас до семи часов утра готовят все-все изделия. Уроки немного сократили на пять минут, прежде всего в младшей и среднем звене, для того, чтобы детки до пяти часов заследло были уже дома. К электричеству здесь относятся бережно. Лишний раз лампочки в коридорах не включают, а генератор запускают только при крайней необходимости. Все серьезно. Причем видно, что все новое. То есть любая аппаратура, которая работает, она имеет подтеки, что-то еще, а тут даже все в краске еще. На полуострове дизельные генераторные установки имеют все школьные учреждения. Обеспечить ими социальные объекты была первоочередной задачей, поставленной руководством республики. Из 539 школ Крыма приступили к работе в штатном режиме. Все, кроме 14. 14 школ не приступили согласно своему режиму работы. То есть структура учебного года построена так, что они выходят с каникул 12 числа. Следят не только за тем, чтобы было светло, но и тепло. И здесь есть некоторые проблемы. По данным СЭС, в 21 школе не соблюдается температурный режим. Это Джанкой и Джанкойский район, Симферополь, Судак, Саки и Сакский район. В профильном министерстве с такой ситуацией обещали разобраться в ближайшее время. Ольга Савенко, Александр Сымычек. Время новостей. И в завершении немного о погоде. В Крыму ожидается резкое усиление юго-западного ветра, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике. Ведомства предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности при непогоде. Кроме того, спасатели просят крымчан воздержаться от похода в горы и от выхода в море. Это последнее сообщение данного выпуска. Мы следим за событиями. До встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok